О том, как уберечь себя от простуды и быстро вылечить грипп, мы поговорим со специалистом отдела профилактики 3-й городской поликлиники Мария Игоревна Бацан. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Игоревна, наверное, самый главный вопрос, который волнует всех наших зрителей, это то, какие меры профилактики помогут не заболеть. Это методы профилактики, направленные на повышение защитных сил организма. В первую очередь это здоровый образ жизни и рациональное питание, содержащее большое количество полноценных белков и витаминов. Также очень важно соблюдать личную гигиену, мыть руки. В транспорте, когда мы держимся за поручни или в общественных организациях, ручки дверные являются источником большого носителя вирусов, в том числе гриппа. Поэтому очень важно мыть руки и избегать контакта немытых рук с лицом. Также очень важно проводить генеральную уборку помещений влажными средствами и дезинфицирующими. А что делать, если не помогают ни витамины, ни другие какие-то меры предосторожности? При первых симптомах простуды обязательно ли сразу бежать к специалисту, либо можно попытаться вылечить первоначальные симптомы какими-то уже проверенными лекарствами? Если у вас или у ваших близких появились первые симптомы заболевания, головная боль, насморк, общее недомогание, слабость, конечно, нужно обязательно обратиться к врачу. Если появилась температура, то также важно не ходить на работу, в школу, в университет, а вызвать врача на дом, чтобы вовремя начать правильное лечение, не усугубить состояние свое. Тогда возможно избежать тяжелых осложнений. Как специалист, как вы относитесь к таким народным методам лечения, как полоскание травами и употребление чеснока? Могут ли такие методы помочь или все-таки доверять нужно традиционной медицине и современным препаратам? Конечно, относимся положительно и к употреблению чеснока, и к различным витаминам, особенно витамин С в качестве настоев, шиповника, клюквы. Но без современных методов лечения, конечно, не обойтись, потому что они содержат комплекс различных средств, которые на современном уровне помогают достаточно быстро и эффективно. Мария Игоревна, давайте еще коснемся вопроса о вакцинации. На ваш взгляд, она действительно помогает, я имею в виду, прививки против гриппа? Либо это все-таки миф, и не факт, что поможет, поскольку мы знаем, что ежегодно появляются какие-то новые штаммы вирусов, которые могут быть устойчивыми к той прививке, которую делали, например, год назад или которую вам сделают в этом году. Вакцина, помимо формирования специфического иммунитета против гриппа, повышает сопротивляемость организма и к другим вирусам. Человек, конечно, не может заболеть, но заболевание будет протекать в более легкой форме, без осложнений. Особенно это касается людей старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания. Мария Игоревна, спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания.